Нет ничего проще, чем подготовить станок для заточки рамных пил к работе. Для этого потребуется всего несколько простых шагов. Устанавливаем станок на ровную поверхность, горизонтально, четко по уровню. На станке есть три направляющие для пилы. Малая на самом станке и две большие. Берем направляющие и прикручиваем их к станку таким образом, чтобы они все встали в один уровень. С помощью регулировочных гаек на шпильках выставляем высоту направляющих так, чтобы они были в одной плоскости. И с помощью уровня регулируем их положение четко в горизонт. Для удобства работы необходимо разместить электрошкаф, он же пульт управления, в непосредственной близости к станку. Делаем это таким образом, чтобы при работе руки не находились в области перемещения пилы из заточного механизма. Подключаем электрошкаф к сети переменного тока 380 вольт. Выполнять эту работу должен квалифицированный электрик согласно схеме подключения, предоставляемый вместе со станком. Устанавливаем пилу на станок. Подводим первый зуб к толкателю и поджимаем пилу к барашкам так, чтобы она не имела люфта в направляющих, при этом могла с минимальным усилием перемещаться вперед и назад. Устанавливаем кулачок, соответствующий типу и шагу зубьев. Метка кулачка выставляется напротив отверстия соответствующего шага, оси вилки. Касание круга заточного передней грани зуба в горизонтальной плоскости обеспечивается вращением гайки, уменьшая или увеличивая вылет вилки. Настойка нижней точки касания радиуса впадины в вертикальной плоскости производится винтом регулировочным. Шаг резьбы 1 мм. Изменение масштаба величины вертикального перемещения круга производится перемещением штифта по пазу коромысла. Если после нескольких подходов зубья заточены не до конца, с помощью поворота барашка над точильным кругом против часовой стрелки опускаем точильный круг ниже, проводим по пиле еще 1-2 раза. После замены и периодически во время работы круг заточной необходимо профилировать. Профилирование производится алмазным карандашом в соответствии с таблицей. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ведь все самое интересное ждет вас впереди. Приятной работы на станке! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...